Всем привет, друзья! Вы на канале QG.RU, я Давид. В этом выпуске мы сравним подробно Galaxy A8 2018 года и Galaxy A5 2017. Может быть, удивитесь, зачем их сравнить? Разница в цене достаточно ощутима, да и поколения разные, новые, старые. Ну, есть что рассказать. Телефоны, сразу скажу, оба достойные. И в этом обзоре мне хотелось бы, чтобы вы сами поняли, стоит ли доплачивать несколько порядочных денег за восьмерку или достаточно купить прошлогодний, но интересный до сих пор телефон. Поехали! Начнем с внешнего вида. По дизайну они похожи, ну, кроме того, что здесь экран стандартный, а здесь уже 2 к 1, 18 на 9. Это, я понимаю, вы видите сами. В остальном они похожи чем? Оба телефона имеют динамик на боку. Это значительно более удобнее, если вы телефон в руках держите, то звук вы не перекрываете, он идет отсюда. Но я бы не отказался от стереодинамиков, особенно учитывая цену. На A8 так вообще могли бы поставить запросто. Единственный сканер отпечатков пальцев. У прошлого поколения Galaxy A5 встроен в кнопку «Домой» и кнопки сами есть управление. Они сенсорные под корпусом. Кнопка «Назад» и кнопка «Список последних приложений». Это Galaxy A5. И вот она, сканер отпечатков пальцев. Двойное нажатие на нее запускает камеру, кстати. У Galaxy A8 все по-другому. Кнопка теперь, так же как и во флагмане Galaxy S9, новоиспеченная, сразу под камерой. Кнопки сами сенсорные. Их можно поменять местами. Кнопку «Назад» и кнопку «Список последних приложений». Они занимают часть экрана. Но здесь не жалко. Отмечу, кстати, что по Galaxy A8 есть еще версия A8 Plus, еще больше. В данном случае мы говорим о пятерке. Это 5,2 дюйма. У Galaxy A8 5,6. Full HD разрешение и там, и там. Просто здесь Full HD Plus за счет вытянутого экрана. Сами экраны, если столкнуть их лбами, что мы, собственно, и делаем, я не вижу какой-то глобальной разницы между ними. Конечно, восьмерочка, мне кажется, немножко поприятнее, но это, опять же, при прямом сравнении их. Если вы выбираете и думаете, может быть, там пятерка дешевле и хуже экрана, нет. Вы будете ей довольны, потому что это супер-амолед экраны. Это очень красочные, сочные цвета, приятные, замечательный черный цвет. Мне нравятся вообще супер-амолед. Они очень яркие. Даже на ярком солнце будет у вас полный порядок с ними. По автономности этих смартфонов, кстати, тоже показатели очень похожи. Сказывается, в первую очередь, одинаковая технология дисплеев. Это AMOLED дисплей. И при всем при этом, разница дисплей достаточно большая, но и батарейки отличаются примерно на ту же величину. Так или иначе, оба телефона работают в достаточно активном режиме, где-то полтора-два дня, что показатель очень достойный. Видео оба смартфона крутят без перерыва часов 14, причем и тот, и тот. Сами понимаете, различий по автономности между этими двумя телефона практически нет. Единственное, что отмечу, этот телефон все-таки заряжается через USB Type-C. Заряжается чуть-чуть быстрее, где-то на полчаса до полного заряда. Поговорим о процессорах, о мощности телефона. Сразу скажу, что, конечно же, восьмерка тут будет впереди. Ну, не на голову, но ощутимо лучше, чем Galaxy A5. Хотя я про него ничего плохого сильно не скажу. Если вы вообще не планируете играть на телефоне, то, что я сейчас вам коротко расскажу, для вас может быть неважно. Оба телефона очень быстрые. Например, скачать какой-то файл, запустить даже видеоредактор. В принципе, разницы какой-то глобальной не будет. Но если вы играете в игрушки на телефоне в тяжелые, типа World of Tank, сетевые шутеры на максимальных настройках, то, если мы говорим о пятерке, то тут FPS, так называемый, будет где-то 30-40, редко больше. А иногда будет падать даже до 22-23, что не очень комфортно в боях, в игровых. Здесь же, как ни странны мои слова, но он фактически не будет отличаться от Galaxy S8 того же самого, от флагмана. Потому что FPS четко застывает почти на 60 и очень редко проваливается где-то до 42-46. Я по нескольку боев World of Tank специально провел для теста. И вот в плане производительности восьмерка, конечно, значительно интереснее. Еще раз подчеркну, если вы будете играть на телефоне. Если вы не будете этого делать, то вы смело можете выбрать любой из них. Разницы вообще не почувствуете. Абсолютно. Отмечу, что телефоны Samsung очень хорошо оснастил. Есть все. Все я подразумеваю, что есть модуль NFC, есть Samsung Pay, разумеется, в обоих телефонах. Есть, например, обычный FM-радиоприемник. В этом плане тоже они молодцы, что не отказываются от него. И оболочка сама достаёт довольно-таки гибко и удобно. Настроить оба телефона можно очень гибко под себя. Особенно восьмерку, как я говорил, кнопки поменять местами. Еще отмечу то, что мне нравится в Samsung. Это уведомления, часы и другие уведомления на экране, когда телефон заблокирован. Штука классная. Все это дело настраивается и энергии практически не жрет. Точнее, кушает, но немного. Мой вывод по этим телефонам. По большому счету, они очень схожи. Разница в цене ощутима. Но, если вам не важна камера, потому что по камере Galaxy A8 также выигрывает однозначно. Андрей, мой коллега, сейчас об этом расскажет. Если вам не важна производительность, то вполне можно взять Galaxy A5. Опять же, не забываем, что телефоны оба с водозащитой и оба очень хорошо оснащены. Цены на эти телефоны и на разные разновидности, цвет, гигабайты, можете посмотреть по ссылке под этим видео в магазине нашего спонсора QG.ru. Там же примеры фотографий с этих телефонов, чтобы сложить свое мнение. А я же говорю вам до свидания. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Если на канал еще не подписывались, обязательно подписывайтесь. Счастливо. Я вам немножко расскажу про камеры двух этих устройств, достаточно странных для меня устройств, но об этом позже. В первую очередь скажу, что технически вообще на бумажке камеры выглядит очень близко. Тут основная камера в A5 16 мегапикселей основная и 16 мегапикселей селфи. И в данном случае в A8 просто, опять же, основная камера тоже на 16 мегапикселей, селфи уже двойная 16 мегапикселей и вторая на 8 мегапикселей. И, казалось бы, ну, смартфон один-другой замещает, наверное, разница не такая большая. На самом деле разница огромнейшая. Если A5 2017-го даже в момент своего выхода снимал, честно говоря, ну, так себе, где-то на уровне какой-нибудь Xiaomi Redmi Note 4X, то вот A8 в момент выхода сейчас снимает, конечно, хуже, чем A8. Но намного лучше A8 этого года, 18-го, снимает лучше, чем A5. И намного лучше, чем даже многие другие смартфоны. Единственное, что остается некоторой странности. Вы покупаете A8 за довольно-таки приличные деньги, при этом он не пишет видео в 4К вообще, технически не может, нет такого. Да и качество фотографии ночью меня несколько смутило во время теста. Но, скажем так, конечно, по флагману он не дотягивает. В принципе, полный вывод по данному устройству и по его камерам можете посмотреть в обзоре этого Samsung A8, который мы приложим под этим видео, можете посмотреть более подробно. Но, в общем и целом, по камерам, конечно, если убирать, то A8, выбор однозначный, A5 для камеры брать, в принципе, не стоит. Ну и вывод по данному устройству. Вы знаете, к Samsung я, в принципе, отношусь такой с прохладой, достаточно сильной прохладой. Да, стоит признать, что, честно говоря, флагманы, там Galaxy S8, Galaxy S9, которые вот-вот у нас появятся на днях, и Note 8, они топовые абсолютно, там, как бы, конкурентам тянутся и тянутся. А вот к середнякам все не так однозначно. Честно говоря, A5, ну, здесь, на самом деле, из сильных сторон этого телефона я выделю только то, что оба телефона и имеют логозащиту, и при всем при этом NFC. И, допустим, A5 стоит, ну, не так дорого. И хорошая автономность. Все остальное, производительность, дизайн, камеры, честно говоря, на фоне конкурентов проигрывают очень сильно. Из этих двух смартфонов я бы однозначно, конечно, если убирал, то взял бы A8. Да, он стоит сильно дороже, но на столько же этих денег он и лучше. Лучше и по производительности, и по внешнему виду. Вот именно в золотистом цвете. Цыганчина, конечно, но мне нравится. И камера намного лучше. Но я еще раз, как всегда говорю, обращайте внимание на конкурентов. OnePlus 5T, Xiaomi Mi 6. В случае с A5 я рекомендую обратить внимание на Meizu Pro 7. Видео про этот телефон, скорее всего, выйдет уже в ближайшие дни. Конкурентов этих смартфонов очень много. Если вы, конечно, любите Samsung, то из этих телефонов, как я еще раз говорю, лучше A8. Если же вам все равно, что покупать и вы хотите нормальный телефон, посмотрите на что-нибудь из-за конкурентов. А, ну да, конечно, если вы со мной не согласны, наверняка несогласных со мной будет много, скажут, что ты нам за китайское говно советуешь. Напишите в комментариях, что за китайское говно я вам советую, я буду с вами спорить. Ну и, конечно, подпишитесь, поставьте нам лайк, дизлайк и, в общем, оставайтесь с нами. Скоро будет много других хороших видео, обзоров, сравнений и, конечно, моих интересных комментариев по поводу Samsung. Всем пока. А, ну да, подпишитесь.